Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Откровения Анна Богослова «Апокалипсис». И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. «После сего я взглянул, и вот дверь, отверстая на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после». Андрей Кисарийский дает такое объяснение. «Отверзение дверей означает раскрытие сокровенных тайн Духа. Труба – мощный голос открывающего. Словами взыди само повеление к слушателю отречься совершенно от земных помыслов и обратиться к небесному». «И тот час я был в Духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Андрей Кисарийский предлагает такое объяснение. «Услышав голос, исполненный Духа, я увидел престол, которым обозначается Божье упокоение во святых, ибо он почивает на них, как на престоле». И действительно, если в Писании говорится о том, что Господь стоит, например, когда архидиакона Стефана побивали камнями, он видел Христа, который стоял на небесах. Это деятельное участие Господа в судьбах людей. Если Господь восседает на престоле, это упокоение, царственное величие, сидящего на престоле судьи. И любое свидетельство о Боге, о Его действиях, конечно, мы должны понимать аллегорически, духовно, потому что Бог есть Дух, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но Писание предлагает нам образы неких действий Божества, которые имеют для нас аллегорическое значение. Отверстие неба – это действие благодати, когда доступ в Царствие Божие открывается для многих. Это начинается с воскресения Христова, когда воскресением Своим Он оправдал весь род человеческий, искупленный Его страданием, Его смертью. И мы читаем далее третий стих. «И сей, сидящий, видом был подобен камню Яспису», то есть не сказано, что он был камнем, подобие некое предлагается, «и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». Андрей Кесарийский предлагает нам такое объяснение. В этом видении он говорит об отце, то есть о Боге отце, и поэтому не предает ему, как прежде говоря о сыне, телесного образа, но уподобляет и сравнивает его с драгоценными камнями. Действительно, когда мы говорим о сыне, мы предаем ему телесный образ, потому что сын воплотился нас ради человека, нашего ради спасения, когда он рождается в Вифлееме Иудейском. Но о Боге отце мы не можем сказать, что он воплотился, поэтому все, что говорится о Боге отце, это некие подобия и не более того. Андрей Кесарийский продолжает. «Яспис камень зеленого цвета и означает божественное естество вечно цветущее, живоносное и питающее всех, ибо всякое семя от него произвращает траву, почему и страшно для противников». Об Яписе, другое подобие, говорят, что его боятся дикие звери и привидения, но он полезен для имеющих нужду в духовном врачевании. По словам Епифания Великого, этот камень исцеляет опухоли и раны, нанесенные мечом. Дуга, подобная видом смарагду, указывает на разность в добродетелях ангельских. И еще интересное объяснение, которое дает древнехристианский экзегет Примасий Годрумецкий. «Так как радуга после потопа предшествовала обетованию безопасности, она прекрасно являет образ церкви и умилостивления Бога, ибо как облака, несущие дождь, освещенные сиянием солнца, испускают образ радуги, так души святых, освященные солнцем правды, то есть Христом, по отшествии их удостаиваются милости Божией». Действительно, радуга является символом церкви, потому что церковь помогает людям примириться с Богом. Мы, христианские служители, являемся миротворцами в том смысле, что мы помогаем людям примириться с Богом Отцом через Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. А радуга появилась на небе именно как символ того, что потопа больше не будет на земле, наподобие того, который был во дне Ноя, и радуга – это символ божественного милосердия. А проповедуя о Христе, мы сообщаем о людям мир самим Богом Отцом, что является главным содержанием евангельской благой вести. И мы видим, что сам Христос, когда Он воскрес из мертвых, и дверями затворенными Он входит в Сионскую горницу, Он приветствует апостолов словами «Мир вам!» И Златоуст предлагает такое истолкование. Христос провозглашает мир, который заключается между людьми и Богом Отцом, ценою Его Христа смерти. И Златоуст поясняет, так как в результате грехпадения наших прародителей люди оказались во враждебных отношениях с Богом. И символом враждебных отношений с Богом был херувим с огненным обращающимся мечом. Но когда копьем Лонген ударил под ребро распятого умершего Христа, из ребра истекла кровь и вода, это были символы примирения с Богом Отцом в Его Сыне. А кровь и вода указывают вода на крещение, а кровь на Евхаристию, на Святое Причастие. Через эти таинства мы имеем мир с Богом. Таким образом, мы видим, что любой образ, любое подобие, оно, конечно же, глубоко символично. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые обличены были в белой одежде, имели на головах своих золотые венцы. Вот здесь, кстати, Иоанн Богослов видит самого себя. Но так как это видение относится к будущим временам страшного суда апокалипсиса, он созерцает себя. Почему? Потому что 24 старца по истолкованию Андрея Кесарийского и других отцов это 12 сыновей патриарха Иакова, родначальники еврейских колен, и 12 апостолов Иисуса Христа. И число 24 это полнота откровения ветхозаветного и новозаветного. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь смятильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов божьих. А мы уже знаем о том, что число семь указывает на благодатную полноту. И посмотрим опять объяснение Андрея Кесарийского. Указывается на то, как Бог страшен и ужасен для недостойных, его долготерпение и снисхождение. Для достойных же спасение молнии и громы не составляют страха, но возвещают сладость и просвещение. Молния просвещает их очи духовные, гром же услаждает их слух. Под семью духами божьими нужно разуметь или семь ангелов, начальствующих над другими, по объяснению Иринея, или же семь даров Духа Святаго, о котором говорит Исайя, и то, и другое, правдоподобно. Такое заключение делает Андрей Кесарийский. Конечно, кто-то может удивиться, как гром для одних будет чем-то оглушающим, а для других чем-то сладкозвучным. И вспышка молнии для одних что-то испепеляющие их, а для других источник радостного света. Более того, Андрей Кесарийский в своих толкованиях экзогетических на Апокалипсис говорит, что адский огонь и огненные языки, которые почили на апостолах в день Пятидесятницы, это один и тот же огонь. Но для одних это огонь, это благословенные ангельские языки, когда сошли на них, и огненные языки почили над их головами, а для других это источник страдания. Если для верующего огонь Божий это источник света, то для заключенных в аду адский огонь не является источником света. Он будет как черный огонь. Он даже будет не являться источником тепла, потому что адский пламень будет обжигать грешников, а именно хладом своим. То есть одно и то же действие Бога, но в зависимости от того, кто-то готов к этому действию, а кто-то нет. Для одного это ад, для другого это рай, хотя речь идет как бы о одном и том же действии Божьем. И Иоанн Богослов далее объясняет «И пред престолом море стеклянное», пред престолом Божьим, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Эти четыре животные – это символ именно Евангелия, четырех Евангелий, но не только четырех Евангелий. И седьмой стих, четвертой главы Апокалипсиса, «И первое животное было подобное льву, и второе животное подобное тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». И Андрей Кисарийский объясняет «Мы думаем, что эти четыре животных – те самые, которые некогда видел Иезекииль». Описание этого видения у Иезекииля мы находим в первой главе книги его пророчеств с 5 по 15 стих. «Некоторые думают, что четыре лица обозначают или четыре стихии и Божие управление ими и охранение, или власть Божию над небесным, земным, морским и преисподним, или, как еще думают другие, четыре главные добродетели и четыре Евангелия». На самом деле ни одно из этих истолкований не исключает другое. Сила Слова Божьей исключается в том, что к нему применимы разные истолкования. Если они святоотеческие истолкования, то мы приемлем их все, они не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. И далее мы читаем. «И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг и внутри, они исполнены очей». Очи указывают на всеведение. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят-свят, Господь Бог-Содержитель, Который был, есть и грядет». В христианской традиции лев – это символ Евангелия от Марка, человек или ангел – это символ Евангелия от Матфея, телец – символ Евангелия от Луки, а орел – это символ Евангелия от Иоанна. Хотя иногда в истолкованиях отцов разным Евангелиям присваиваются разные образы. Но этому тоже не приходится удивляться, потому что в этом богатство традиции, как я уже сказал, одно истолкование, оно не исключает другое, а на самом деле дополняет ее. Вот здесь для нас важно и то, что в окончании восьмого стиха о Боге говорится «Который был, есть и грядет». Вот непроизносимое имя Божие, которое транслитерируется в нашей Библии как «Егова» в синодальном переводе, в церковном переводе, оно является наложением трех форм временных, которые накладываются друг на друга в одном имени сущий. И оно может быть истолковано как «Тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто будет». И вот здесь тайна этого имени «Господь Бог, Сидержитель, Который был, есть и грядет». То есть Бог, который не ограничен ни временем, ни пространством. И, кстати, иудеи всегда знали о том, что имя Божие, оно как бы в трех временных измерениях. А так как в большевистской революции принимали участие многие иудеи по образованию, то когда Ульянов Ленин, их лидер, умер, они вдруг совершенно неожиданно присвоили ему атрибуты имени Бога. Вот эта большевистская мантра зубрилка «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Это попытка поставить на место вечного Бога, сущего, вот это творение, эту тварь, этого человека, что, конечно же, совершенно недопустимо. Потому что это одно из имен Бога, который был, есть и грядет. И далее мы читаем. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле». Ну, здесь, конечно, немножко непонятно, а как это четыре Евангелия могут воздавать славу и честь сидящему на престоле. То, что Бог изображается сидящим на престоле, это божественное успокоение. А Евангелие представляется действующими животными. Ведь проповедь Евангелия продолжается в этом мире. Она не завершена с написанием четырех Евангелий. И она будет продолжаться до второго пришествия проповедь Евангелия. И это время, пока звучит проповедь Евангелия, это царство благодати. Потом будет апостасия, всемирное отступление, а потом время суда, когда уже царство благодати, оно окончится. Поэтому это надо понимать, конечно, аллегорически. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца, это двенадцать патриархов сыновей Иаковой и двенадцать апостолов Иисуса Христа, падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом. То есть они не считают, что то достоинство, которое они имеют, оно принадлежит им, потому что любой святой видит источником своей святости только Бога. Как я часто объясняю, луна не является источником света. Она является свет солнца и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Так и святые, никто из них не является источником света, они отражают свет Христов и только в той степени, в какой он коснулся этих святых. Поэтому мы имеем разных святых, святители, преподобные, разные качества этого света, они проявляются через разный образ жизни, который вели те или иные святые. И вот то, что они не излагают свои венцы, они как бы признают, что источник святости – это сам Бог, по отношению к которому ангелы восклицают «свят, свят, свят». И полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь», потому что слава и честь исходят от Бога и к Нему возвращается. «И силу» – Он источник всех сил, «Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». То есть по праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной, потому что все, что Он создал, оно естественно и принадлежит Ему. И любое действие, которое мы обнаружим в этом мире, оно в той или иной степени проистекает от Него, как о Боге сказано. И мы часто вспоминаем эти слова, что мы им живем, движемся и существуем. Вот такую интересную икону, образ предлагает нам четвертая голова книги «Откровения» Иоанна Богослова. И мы сегодня просмотрели с 1 по 11 стих. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вместе с вами пятую главу этой книги. «Откровения» Иоанна Богослова.